Каил, я вас, ребята, прошлый раз отпустила, а потом поняла, что отпустил это раньше нужного. И Николай вроде бы не говорил, что еще время есть, а я не поняла, что, в принципе, еще время пары есть. Я думала, что я уже вас задерживаю с пары. Вот, если я вас сегодня буду прорываться в 12.10, отпустить, не отпускайтесь, ладно? Вот, у нас сегодня с вами две пары, если видели расписание. Сначала в 11.10, потом, по-моему, в 4 или в 2, я сейчас точно не помню. И, может быть, вы мне подскажете? 4.20. Как раз в 4.20, ага, спасибо, Николай. Вот, мы тогда с вами сегодня на первой половинке закончим с вектором Шеппли и там с другими решениями. Если видели, у вас задание появилось, висящее, вот всю подоплеку к нему посмотрим. Вот, а на второй половинке попытаемся все это реализовать. Ну, не все это, а как бы похоже к этим заданиям, чтобы вы могли это адаптировать под домашнее задание, хорошо? Задание здесь, в Teams, нужно будет сдать завтра до 23. Да, завтра до 23, ага. Спасибо. Ну, я надеюсь, что я так настроила. Вот, если что-то вдруг пойдет не так, присылайте в чат, если я неправильные настройки выставила. Да, я ожидаю завтра до 23. Вот, значит, мы с вами остановились на векторе Шеппли. Мы, по-моему, не успели ничего посчитать, ну, все вместе, имею в виду. Вот, может быть, вы какие-то материалы посмотрели, которые скинуты в чате. Давайте еще раз посмотрим, посчитаем, обсудим, посмотрим на другие решения, посмотрим на игры голосования, посмотрим на какие-то примеры, чтобы дополнительного у вас было представления, и потом будем все это пытаться обсчитывать. Значит, так, 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 я тогда, наверное, делюсь экраном. Так, да, возвращаясь к вопросу, который в прошлый раз озвучивал, задавал, вернее, Джозеф по поводу распределения баллов. Я на всякий случай еще раз напомню, я посмотрела. Значит, 10% весит аудиторная работа, 25% контрольная работа, мы ее пишем в апреле, в конце, скорее всего. Вот, и 65% весит самостоятельная работа, это ЭДЗ-1, ЭДЗ-2 и работа со статьями. Вот, по ЭДЗ-1 видели, да, файлики получили, все нормально, ни у кого вопросов не возникло? Вроде все есть, да. Все есть. И, да, ребят, проверьте, пожалуйста, чтобы у вас в ЛМС появился проект с соответствующим названием, потому что, ну, я там, там нужно было галочки прям расставить вручную, я расставила, поскольку там сто с чем-то человек, я могла кого-то пропустить, там, я не должна была каких-то ребят выбирать из третьей, четвертой группы, могла кого-то случайно из вас пропустить. Вот, проверьте, чтобы у вас, как бы, этот проект был, и я рекомендую, на самом деле, где-нибудь, не затягивая очень далеко, посмотреть, как бы, вот, решить первую часть задачи, ну, в первые две недели, чтобы проверить, что у вас не пустое множество решений. Вот, я такого не закладывала в задачи, ну, мало ли, где-то, палец сорвался где-нибудь, и у кого-то вдруг пустое множество решений, чтобы у вас из-за этого задачи не зависло, и там, не пришлось потом правки вносить в последний момент. То есть, если вдруг обнаружите какие-то проблемы у себя в задаче, пожалуйста, пишите, и, как бы, я рекомендую посмотреть первые две недели на предмет проблем в плане наличия решений. Там первая часть, просто решите сначала и посмотреть, что получится. Так, я уже вообще... Извините. Простите, что перебиваю. Вы не могли бы, пожалуйста, напомнить формулу оценивания по предмету, а то мы забыли с ноября. Да, вот я вроде бы 5 минут назад ее напоминала, но давайте еще разочек. Да, я просто... Не на тот канал зашел. Ну, может быть, да. 65% весит самостоятельная работа. Так, 65%. Так, 25% контрольная работа в апреле. 10% аудиторная работа. Контрольная, да? Нет, 25% контрольная, 10% аудиторная. А, аудиторная. А домашняя работа это самостоятельная? Ну, нет, домашняя... ИДЗ это самостоятельную работу входит ИДЗ-1, ИДЗ-2, работа со статьями. То, что мы сейчас... А что такое работа со статьями? Работа со статьями, это... Вам будет выдан список статей. Вы разделитесь на маленькие подгруппки, там, под 2-4 человека. Вот. И вам надо будет разобрать статью, сделать по ней презентацию, доклад, ответить на вопрос, может быть, какие-то вычисления привести. Ну, с вычислением это идеальный вариант. Пока что у меня ни разу не получилось подобрать статьи таким образом, чтобы можно было еще по ним... Ну, хватало знаний, чтобы еще вычислить. Вот. Ну, посмотрим. Спасибо. А эти статьи будут между домашними заданиями или после домашних заданий? После, потому что, смотрите, у нас... Как бы я вам сейчас выдала домашнее задание, следующее я выдам где-то в этих же числах апреля, да, то есть где-то вот числа 10 апреля, ИДЗ-2 будет. Вот. Вы пишете контрольную работу в конце апреля, и я вам отдаю список вот этих статей. Вы весь май с ними работаете и где-то в начале июня докладываетесь по ним. Понятно, спасибо. Ага, ну, план такой. Конечно, тут еще немножко зависит от учебного офиса, но я в пожелании все эти впишу, чтобы контрольная работа была в конце апреля. Защита статей была в начале июня. У нас, получается, одна пара на контрольную работу, там всего три пары, и две пары на защиту статей у вас ходят. Вот. Ну, на защиту, на презентацию статей. Вот. Ну, какие-то справедливые вопросы я задаю тоже по статье. Вот. Так. Ну, тогда, тогда, тогда идем, идем, идем дальше. Идем дальше. Значит, то, что вы сейчас выполняете, это в аудиторную работу идет, чтобы, что как бы это по итогам аудиторной работы, это небольшие, небольшие задачи. Так. Да, мне нужно доску открыть. Сейчас я немножко потуплю, извините. Так. Так, так, сейчас досочку. Значит, мы обсудили вектор шепли, совсем его не посчитали, правильно? Ну, я потом отвечала на вопросы. Николай ему ответил. Ну, еще раз, может быть, посмотрит Николай. Вот. Кто-то сейчас посмотрел, может быть, сопроводительные материалы какие-то нашел. Ну, что-то вещь популярная вектор шепли. Наверняка что-то и вы нашли. Вот. Давайте-то посмотрим на вычисления через интерпретацию, на вычисления по формуле, на какие-то такие примеры типовые совершенно. Вот. И потом пойдем тогда дальше. Значит, мы с вами вообще никакого примера по вектору шепли не посчитали все вместе, правильно? Посчитали один пример. А, посчитали для джаз-оркестра, да? Посчитали по табличке, мы считали, да? Там с вектором шепли мы про перчатки или про носки считали. А, про перчатки считали. Там получилось 2 3, 1 6, 1 6. Да, джаз-оркестр мы не обсчитывали. Ну, можем обсчитать как раз-таки по формуле или по табличке. Значит, по табличке я имею в виду, когда мы перечисляем все перестановки и назначаем выигрыши игрокам в зависимости от их прихода. В таблице. Так, сейчас тогда я возьму ручку. Только что она была у меня в руках. Сейчас. Вот она. Так, давайте посмотрим. Значит. Посмотрим, посмотрим. Значит, так, 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 так. Значит, давайте поглядим тогда на игру на игру на игру джаз-оркестр. Если вы мне напомните характеристическую функцию, вот ту, именно ту, которую мы с вами взяли, то можем на ней посчитать. Могу новые числа в нее вложить. В смысле, если трио, то 100 единиц. Так, V от N, получается, была и 100 единиц. Там, ну, дальше дуэты. Дуэты? А сколько у нас дуэты были? 80, 70, 60. В соответствии с певец-пианист, певец-барабанщик и пианист-барабанщик. Певец-барабанщик, пианист-барабанщик. И если соло, то пианист-30, певец-20 и пианист-барабанщик ноль. Пианист-барабанщик ноль. И пустой множество ноль по умолчанию. Хорошо, значит, у нас была такая функция. Вот можем посчитать теперь вектор шепли для вот этой игры. Давайте и по табличке, и по формуле, потому что я боюсь, что у нас была некоторая пауза. Кого-то, если не было, то что-то не отложилось, возможно, или нехорошо отложилось. Давайте поглядим. Значит, тогда я их перечисляю в разном порядке, прихода. Я сейчас пользуюсь просто интерпретацией вектора шепли, перечисляю разные приходы игроков и назначаем выплаты в зависимости от того, как они пришли. Значит, пианист-солист-барабанщик, пианист-барабанщик-солист, пианист... Пианист уже не может идти здесь для первого. Теперь пусть приходит барабанщик-солист-пианист, барабанщик-пианист-солист и солист-пианист-барабанщик-солист-барабанщик-пианист. А может быть, мы их сразу в цифрах или нет? А один, два, три вы имеете в виду? Да-да-да. Просто с буквами как-то, ну, можно, но просто... Не знаю. Нет, может быть. Единственное, что... Какого тогда обозначим? Пианист-то у нас будет первый? Ну да, наверное, так. Певец второй и барабанщик третий. Просто так будет очевидно, что мы все комбинации перебрали. Перебрали. Ну давайте, да, давайте. Тогда я здесь буквы подпишу. Значит, здесь у нас было один, два, а как мы у нас всего пар, может быть, это у нас два в кубе или... Всех перестановок, это перестановки, да? Три факториала. А, три, да, все. Три факториала. Так, здесь у нас на первом месте барабанщик, это три, один, три, два, один, три, один, два. Солист, это у нас второй игрок, пианист первый, два, один, три, два, три, один. Ну вот, по сути, тогда вот они вроде бы так у нас стоят. Так, и здесь тогда один, два, три я пишу и назначаю выигрыши. Значит, получается, что сейчас первым пришел пианист. Значит, я ему сейчас первому назначу выплату. Пианист сам по себе зарабатывает тридцать. Вот тридцать ему отдаю. Значит, потом приходится лист. Пианист и солист вместе зарабатывают восемьдесят. Пианист без солиста зарабатывал тридцать. Значит, солисту отдаем разницу пятьдесят. Так, и солист это второй игрок. Значит, сюда пишу пятьдесят на второе место. Так, барабанщик пришел третьим. Третья ячейка. Ну, ему остаток отдаем двадцатка. То есть, вместе они стали зарабатывать сто. Без него было восемьдесят. Ему двасаточка идет. Идем дальше. Значит, вниз спускаемся. Пианист опять приходит первому. Ему даем тридцать. Потом приходит барабанщик. Значит, пианист, барабанщик, шестьдесят. Шестьдесят минус тридцать. Значит, тридцать отдаем барабанщику. И остаток сорок идет солисту. Солисту. Так, сейчас, прошу прощения. Значит, переходим к барабанщику. Барабанщику, барабанщику. Барабанщику заполняем первым. Подожди, секундочку. Пианист и барабанщик вместе делают шестьдесят. Так, пианист и барабанщик шестьдесят. Да. Почему? Как они тогда вместе получают тридцать и сорок? Нет, это у нас получается, смотрите, это пианист, это солист, это барабанщик. Тридцать и тридцать шестьдесят тогда. А, я думал, что цифры сверху это порядок вхождения. Это цифры сверху, нет, это название игроков. И мы, получается, заполняем. То есть я сейчас буду заполнять сначала вот эту ячейку, третью, потому что сначала пришел третий игрок. Порядок. Хорошо, спасибо. Вхождение, это наоборот, вот цифры слева. Да, теперь понятно. Да, здесь вот есть такая некоторая путаница. На самом деле, надо было их, изначально цифрами обозначить. И не было бы путаниц сейчас, поэтому как бы очень за этим жестко следим. Так, третье. Значит, заполняем третьего игрока сначала. Точку я поставила. Третье, это барабанщик. Барабанщик сам по себе нолик зарабатывает. Значит, потом приходит солист. Барабанщик, солист 70 у нас имеют. Если это буковка D, да, 70. Соответственно, разница вся идет между нулем и 70 солисту. Так, и, наконец, пианист. Получается, с ним они зарабатывают 100, 100 минус 70, 30, получается, уходит к пианисту. Так, 3, 1, 2. Значит, сначала сюда 3, снова 0 у нас у барабанщика, потом приходит пианист, 60 становится, мы это отдаем пианисту, и остаток идет солисту. Значит, теперь солист первый заполняется. Солист сам по себе 20, значит, потом приходит пианист. Солист и пианист 80, 80 минус 20, 60, и здесь остается остаток 20, так, здесь тоже 20, но приходит барабанщик, солист и барабанщик 70, значит, сюда идет. А почему 20 у барабанщика в прошлом случае? Потому что 100 минус сумма 60 и 20. 100 минус 80, потому что, смотрите, барабанщик приходит к солисту-пианисту, который 80 зарабатывает на двоих, вот, и, да, ему остается такой, вот, он приходит, они зарабатывают 100, ему дают разницу, то есть 20. Окей. Солист и барабанщик, барабанщик, с барабанщиком 70, у солиста 20, ну, это такая, самая вкусная позиция, что ли, у барабанщика. 50, аж целых он зарабатывает в этом случае. так, сейчас еще раз, это D, это солист, да, 50, так, и, наконец, вот здесь получается, ну, должен быть остаток 30, так, ну, 70, солист, барабанщик, да, 100, считаем среднеаритметическое, и у нас получается здесь сумма 30, 30, 30, 30, 30, 120, и 120, 240, на 6, здесь 90, 160, 240, на 6, как интересно, и здесь 50, и 70, 120, на 6, какой интересный вектор Шепля у нас получился, он оценивает одинаково солиста и пианиста, 40, 40, 40, 40, 40, 20, игроки не симметричны, но они получили одинаково, согласно вектору Шепля, ну, если мы все хорошо посчитали, конечно, так, давайте посчитаем теперь по формуле, на всякий случай, значит, считаю, вот вектор, это наш ответ, как должны быть распределены деньги. Да, это как распределены деньги по вектору Шепля, то есть, если они договариваются, что будем делить деньги по вектору Шепля, то они получат, солисты, пианист по 40, барабанщику отдадут 20. Понятно. Да, да, это потому, что числа мы брали как бы в классическом примере, там между ними разница есть, ну, как бы не играет роль, то есть, вектор Шепля, если договаривается, то он разделит вот таким образом, числа могут быть совершенно произвольные. Так, я сталкивалась с этой ситуацией, когда по этим числам мы сначала строили решение, ну, как бы, которое нам кажется справедливым, и бывает так, что мы считаем справедливым, что он достиг не оценить пианиста, а не солиста, а Шепля показывает наоборот. Ну, барабанщик понятно, что всегда все сдвигают в меньшую сторону, а вот между пианистом и солистом всегда возникает такая какая-то разница, непонятно, кому из них больше дать. вот, и я вот столкнулась с ситуацией, когда мы вроде бы сами рассуждая, кажется, что логичнее больше выплатить солисту, а по вектору Шепли там получался пианист, ну, или наоборот, я сейчас не помню деталей, были так числа подобраны, что такое случилось логическое искажение некоторое произошло. Скажите, пожалуйста, можно еще раз проговорить, как мы вот в последней строчке у барабанщика получили 50? Да, то есть сначала мы, получается, дали 22-му. Сначала мы дали 22-му, потому что он пришел первым, и мы сам по себе зарабатывали 20, мы ему записали сюда 20, потом приходит барабанщик, солисты-барабанщик вместе зарабатывают 70. А, все, все, поняла. Из барабанщика было 20, поэтому барабанщик привнес 50. Все, поняла, спасибо. Да, не за что. Так, ну, тогда вот по голой формуле вектора Шепли, по чистой формуле вектора Шепли, напомню, что формула у нас была такая, фиитая сумма по С, мы брали С содержащий, да, там просто можно формулировать по несодержащий, можно формулировать по содержащим. Значит, тогда С минус 1 факториал, Н минус С факториал, Н факториал, и мы отдаем разницу В от С минус В от С без И. Так, то есть, вот здесь мы считаем, сколько способов прийти людям до нашего игрока, потом, сколько способов прийти оставшимся игрокам после нашего И рассматриваемого. здесь всего перестановок и здесь вот все разницы, которые он получает, приходя вот к С минус одному игроку. Вот. Да. Значит, тогда смотрим. Ну, я сначала возьму самое маленькое С, содержащее первого игрока. это, это так, здесь, наверное, мне поскольку выписана характерическая функция через С, П и Д, то я тогда здесь буду, наверное, вот букву П держать. Значит, я сейчас рассматриваю пианиста. Значит, самая маленькая коалиция, которая содержит пианиста, это коалиция из одного игрока пианиста. Значит, получается, он сам по себе пришел первым, до него никто не мог прийти, ноль факториал, потом пришел пианист, после него могли прийти два игрока, солист и барабанщик, в разном порядке. Два факториала. Всего способов прихода три факториала. Значит, разница, которую я смотрю, В от пианиста минус В без этого игрока. Так, это кусочек этой суммы. Потом смотрю случай, когда у нас С равно не одному, а С равно двум. То есть, наш игрок-пианист пришел вторым. Наш пришел вторым. Значит, до него мог прийти один игрок способами один факториал. Пришел пианист, после пианиста мог прийти еще один игрок. Тоже способами один факториал. Способов всего прихода три факториал. Значит, смотрим на разницы, которые, как бы, как эти способы реализуются. это либо солист-пианист минус В солист плюс барабанщик-пианист минус В барабанщик. Так. Это случай, когда, как бы, пианист пришел вторым. Так. Рассматриваем случай, когда пианист пришел третий. Да. А почему у нас в скобках аж четыре слагаемых? Ну, как бы, смотрите, получается, что я могу эти скобки, здесь вот один у них общий множитель, я могу эти скобки расставить, как бы, здесь поставить скобку, потом снова написать этот множитель и еще раз скобку поставить. То есть, вот этот множитель я могу внести сюда и сюда. А, ну, да, вот в прошлый раз мы так делали. Ага, ну, если будет комфортнее, да, я могу вот здесь скобочку поставить и снова этот коэффициент написать и получится тогда вот такая вещь. То есть, это в зависимости, ну, как бы, от того, от чего, то есть, кто был уже, да? От того, каким пришел наш рассматриваемый игрок, то есть, я сейчас рассматриваю слагаемые, я делю их по смыслу, каким пришел наш игрок. Вот в этом слагаемом наш игрок пришел первым, то есть, до него никто не приходил, после него пришли двое. В этом слагаемое, рассматриваю, наш игрок пришел вторым, до него кто-то пришел, после него кто-то пришел. Вот. И сейчас будет последнее слагаемое, ну, конкретно для этого примера, последнее, это когда наш игрок пришел уже не вторым, а третьим, последним. Извините. До него, да. И все-таки во втором слагаемом, то есть, там будет по факту два слагаемых, как раз-таки из-за того, что до нашего пианиста мог прийти либо солист, либо барабанщик, да? Да, совершенно верно. Окей. Да. Вот. И это ровно число как бы еще приходов, ну, здесь, как бы, до него пришел только солист, и поэтому один факториал. Может быть, какой-то более сложный случай, там коэффициент будет, конечно, не один, а другой какой-то, может быть. Для этого нужно, чтобы было больше игроков. Так, значит, здесь пианист пришел третьим, до него пришло два игрока, солист, пианист, могли приходить в разном порядке, поэтому два факториал. Пришел пианист, после него никто не мог прийти, ноль факториал, три факториала всего перестановок, и отдаем ему разницу. Солист, пианист, барабанщик, ну, так, чтобы было логично, то я пианиста напишу на последнее место, то есть он пришел третьим. Минус СП. Здесь просто от перестановки скобки фигурные не играет роль как бы расставленные игроки, но с точки зрения того, как я составила слагаемые, я сейчас разбивку по слагаемым делала по порядку прихода игроков. Почему СП, а не СД? СД, СД, да, потому что, да, здесь так должно быть. Так, ну и дальше подписываю только числа, которые получаются, В пианиста, это 30, это 0, солист-пианист 80, солист сам по себе 20, ДП. Можно вопрос? Да, можно, можно. Нет разницы между В, ДСП и ВСДП? Разве у нас не должно быть как во втором слагаемом? Разницы нет, потому что это форма записи, на самом деле, здесь надо еще ставить фигурные скобочки? Ну и в том плане, что не форма записи, а как порядок вхождения. То есть, если сначала пришел барабанщик, потом солист, а потом уже пианист, тогда ведь они изначально получат другое, разве тут не должно быть плюс еще такой случай? Нет, потому что я здесь уже учла вот этот солист, барабанщик, барабанщик, солист, вот этим слагаемым я учла два факторя. А во втором случае, когда у нас в скобке два таких случая, это не учтено никак? Это не учтено, потому что, сейчас, сейчас, секунду, значит, я, сейчас, ну как бы это сформулировать получше, значит, я... Да. Мне есть идея, как это можно объяснить? В общем, у нас же как обычно выглядит это слагаемое, то есть, это сколько заработали вместе с тем, кто пришел, минус, ну как бы сумма, заработанная без того, кто пришел. И в третьем случае, ну, эта разность определяется однозначно, то есть, мы знаем, что все вместе они зарабатывают сотню, и знаем, сколько зарабатывают солист с барабанщиком без пианиста. А во втором случае, из-за того, что мы не знаем, ну как бы, кто был до пианиста, то есть, это может быть как солист, так и барабанщик, мы не знаем, ну как бы, из какой суммы вычитать сумму, ну как бы, которая была без пианиста. Вот отсюда двойственность. Ну я понял, я понял, спасибо. Да, если бы у нас были варианты в последнем слагаемом, мы бы тоже их перебирали, то есть, если бы, например, у нас было игроков больше, нам было 4 игрока, то я бы сейчас в эту скобку еще слагаемых запихала, вот этих разниц, всяких разниц. потом понял, что между ними даже несмотря как распределено, последним останется все равно одно и то же количество. одно и то же, да, да, но взвешивать его тем не менее, да, не надо, с костями на вторая, оно, да, не нужно этого, ага, вот, да, все, подставляем, у нас должно совпасть ответа сейчас, должно получиться 40, давайте проверим на всякий случай, значит, здесь 100, и солист-барабанщик 70. Так, так, скрещиваем пальцы, здесь одна третья на 30, значит, здесь одна шестая на 60 плюс 60, так, ну, я-то напишу сразу 120, и одна третья на 30. Так, десятка, двадцатка, десятка, ну, да, 40 и получилось. Вот, аналогичным образом можно провести расчет для солиста, ну, я надеюсь, что они совпадут с нашими расчетами, это будет тоже 40. Заранее это нельзя сказать по этой игре, потому что игроки не симметричны, надо честно считать. Ну, мы просто поскольку считали, то я этим пользуюсь. А барабанщик, если мы уверены в расчетах, уже можно посчитать автоматом 100, минус 40, минус 40, правильно? по эффективности у нас должно получиться 20. Вот, ну, я, честно говоря, всегда рекомендую честно считать по форму, если вы там особенно какой-то алгоритм реализуете, то есть посчитать все выигрыши игроков и потом только проверить, что сумма бьется с V от N. Вот, ну, в принципе, если вы пытаетесь что-то оптимизировать, какие-то действия меньше, то за счет, за счет аксиом можно вот, получается, третий, видите, расчет не проводить, использовать эффективность. Так, ну вот, тогда как применять формулу вектора Шрепли понятно в целом? Можно так? Можно заново пройтись по этим множителям перед скобками. Множителями перед скобками. Множителями перед скобками, да, смотрите, получается, да, давайте пройдемся, я тогда сверху еще подпишу. Значит, здесь я рассматриваю S, S это просто пианист. Значит, здесь я рассматриваю S, это, ой, S не очень хорошее название, потому что у нас название игрока тоже S. Давайте T назову. Коалиция T. Значит, здесь коалиция T солист-пианист и коалиция T барабанщик-пианист. То есть я, по сути, в этой формуле перебираю все коалиции, которые содержащие пианиста. Так. Ну вот это все, которые возможны. И получается, как бы в каждом случае оставлю пианиста на последнее место внутри коалиции T. Смотрю, сколько игроков пришло до него, сколько после него, и я должна посчитать, сколько способов приходу этих игроков. Поэтому вот эти коэффициенты в данном случае у нас пианист пришел первым и последним, он единственный. До него игроков не приходило ноль факториал, поэтому после него могли прийти еще солист и барабанщик разными способами. Вот эти два факториала это разные способы прихода солиста-барабанщика. То есть мог прийти солист-барабанщик, либо наоборот барабанщик-солист. Три факториал говорит о том, что в принципе как бы если игроки могли приходить в игру разными способами, этих способов три факториала, поскольку у нас три игрока. Значит, в этом случае, если я смотрю на вот эту коалицию или на вот эту коалицию, у меня до пианиста пришел один игрок, ну вот здесь солист, здесь барабанщик. Способов прихода этих игроков разным способами один факториал, после них пришел третий еще игрок, ну здесь вот барабанщик и здесь ворот солист. Способов прихода один факториал тоже, поскольку это один игрок. Всего перестановлено три факториала, потому что у нас три игрока. В этом случае у нас пианист пришел третьим, До него пришли два игрока. Способов прихода этих двух игроков, солиста и барабанщика, два факториала, потому что мог прийти солист-барабанщик или барабанщик-солист. После пианиста уже никто прийти не мог, игроки закончились, поэтому ноль факториал. И здесь три факториала по умолчанию, по формуле, потому что всего перестановок. Вот, получается, таким образом эти коэффициенты расставлены. Спасибо. Вот. Мы сейчас посмотрим еще одну игру, где игроков будет больше. Вот. Но там просто будет специфика в том, что немножко сложно будет воспринимать, потому что там графическая функция будет очень такая специфическая. Но, в принципе, можно рассмотреть пример с четырьмя игроками, там с пятью, и там эти коэффициенты будут хорошо видны как раз. Так. Значит, ну тогда вот по вектору Шепли вот такая штука. Значит, про минусы вектора Шепли я в прошлый раз сказала, за то, что он может не принадлежать С-ядру. Да, и еще то, что при увеличении N у нас очень сильно усложняется решение. Да, 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 точно. Еще там посчитал, что 120 факториал, по-моему, вызывает проблемы. Или 130, я не запомнила число. Это крайнее, на котором возникали уже проблемы. Да, да, они появляются. И даже есть специальный, не знаю, класс игр, на которых вектор Шепли можно посчитать побыстрее, чем по вот этой формуле. Как бы упрощается просто вычисление. Значит, так, сейчас как мне лучше поступить? Значит, смотрите, я хотела, если бы у нас были разные занятия, я хотела поступить так. Хотела рассказать про параллельное решение, ну, как бы альтернатива вектора Шепли и N-ядро, а потом посмотреть игры голосования. Они связаны в большей степени с вектором Шепли, чем с N-ядром. Так, как лучше поступить? Давайте-то, наверное, сначала, чтобы вам было несложно, воспринимать материал. Значит, сейчас, секунду. Так, 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 так. Давайте, наверное, сначала про N-ядро тогда все-таки поговорим. Так, N-ядро. Так, N-ядро. Так, сейчас. Так, N-ядро. Это другое название решения кооперативных игр. Его плюсом является то, что оно устойчиво против посторонних соглашений в том плане, что оно встает в C-ядре, если C-ядро не пусто. И поэтому у него этого минуса в вектора Шепли нет. Но у него есть минус расчетный. То есть у вектора Шепли есть формула, у N-ядра формулы нет. У него есть только идея, которой можно следовать и реализовывать некоторые алгоритмы. Но вот давайте посмотрим, какая идея скрывается за N-ядром. За N-ядром. Значит, сейчас, секундочку. Дверь закрою, а тут брат говорит, мешает, боюсь, что меня слушаете. Так, сейчас. Хорошо, значит, N-ядром. По-английски нуклеолус или пренуклеолус. Сейчас я постараюсь пояснить, в чем разница. Мы, на самом деле, с вами рассмотрим пренуклеолус. Значит, чтобы вы разницу понимали, я сейчас про нее скажу. В принципе, для многих классов игр, для суперадитивных, для выпуклых, это одно и то же. Вы просто разницы не почувствуете, но чтобы вы понимали, в чем разница. Значит, давайте рассмотрим вектор X, вектор выплат нашим игрокам. Значит, мы с вами в прошлый раз требовали, чтобы сумма X-итых давала V, N. Про это мы говорили, что мы хотим делить все, и мы говорили, что это аксиома эффективности у нее есть название. Но иногда еще ее называют групповая рациональность. групповая рациональность, пара это оптимальность. Названий много. Можно потребовать еще одно условие. Если они принадлежности к ядру, то можно менее жестко спрашивать вот такую вещь, чтобы выплата каждому отдельному игроку была, по крайней мере, не хуже того, что он может заработать сам по себе. Что разумно, да? То есть, если вы понимаете, что вы сам по себе можете заработать столько-то, то хотелось бы, чтобы выплата вам была, ну, по крайней мере, не хуже. Не хуже. Вот это называется словом индивидуальная рациональность. Это получается, я ГР назову, это ИР получается. Ну вот, смотрите, вот, если у нас выполнена игра... Да, да, да. А можно еще раз, что такое групповая рациональность? Групповая рациональность, получается, что мы делим все, что могут заработать игроки все вместе. Ну, то есть, вот, если вы говорите про игру Jazz Orchestra, то мы делили все 100 единиц. То есть, мы делили не 90, не 95, а все 100 единиц между игроками. Об этом групповая рациональность. Понял, окей. Вот, индивидуальная рациональность, она получается, что каждый игрок будет ожидать, что он получит, по крайней мере, не хуже, чем он может заработать сам по себе. Ну, разумно. В хороших играх еще и выполнимо. Вот, так вот, смотрите, если мы хотим оба этих условия, чтобы они были выполнены, то вот это распределение, вектор распределения выплат, называется словом дележ. Значит, тогда индивидуальная рациональность плюс групповая рациональность. Если мы достигли этого, то тогда х называется словом дележ. Извините, конечно, такое не очень жесткое определение, не очень четкое, вернее. Но мне нужно, чтобы вы на пальцах это поняли. Не пытаюсь вам строго прочитать кооперативную теорию игры. Если мы требуем только групповую рациональность, не ставя обязательным требованием индивидуальную рациональность, то есть если будет, то хорошо, если не будет, то не будет, то х называется словом преддележ. Здесь, конечно, есть некоторые трудности перевода, такие ужасные слова, но просто по-английски вот эта штука называется импьютейшн. И мы тут просто заложники перевода на самом деле. Вот эта вещь называется преимпьютейшн. И вот эта вот приставка пре, которая вот здесь вот есть, да, это уже пре вот в этом месте, она просто говорит о том, какие выплаты вас интересуют. Только как бы что вы делите все или еще какое-то дополнительное условие в виде того, что еще выплаты должны быть, по крайней мере, не хуже, чем В от И. Вот. Мы сейчас будем вот рассматривать только вот эту вещь. Как бы если бонусом будет еще индивидуальная рациональность, ну хорошо, как бы это прекрасно. Вот. С учетом того, что N-ядро лежит в C-ядре, предн-ядро лежит в C-ядре, то если C-ядро не пусто, очень часто оказывается, что у нас предн-ядро совпадает просто с N-ядром, и это кусочек как бы условий на C-ядром, поэтому это условие будет по умолчанию тоже выполнено. Вот. Ну, давайте вот поглядим, значит, что такое тогда, какая идея у вот этого решения, которое называется N-ядро. N-ядро. Значит, идея такая. Идея такая. Значит, для каждой коалиции S, для каждой коалиции S измерим ну, измерим, возьму в кавычки, удовлетворенность решением X с помощью эксцесса. Это термин, но я думаю, сейчас я напишу к нему формулу, будет понятно, какой за этим смысл идет. Значит, обозначение эксцесса буковка E относительно решения X в игре V для коалиции S. Три параметра у него. Значит, XS вот такой. Значит, ну, каким образом измерить удовлетворенность? Ну, вот на месте, например. Это имеет аналогию с теорией вероятности и эксцессом там? Нет, с эксцессом, который с термином вероятности нет, нет, не очень это имеет. Вернее, даже совсем нет. Общих. В тех единицах, когда групповая выплата для него, когда он работает в группе, вот так разница перед тем, между тем, что если бы он один работал, и когда он в группе работает, допустим. Это действительно разница. Да, то есть мы смотрим, как бы, сколько коалиция зарабатывает согласно решению, и по сравнению с тем, сколько она зарабатывает сама по себе. Да, я думаю, что вы это хотели как раз сказать. Да, то есть это получается, это заработок согласно решению, ну, заработок тоже в кавычках, конечно, согласно решению, это коалиция зарабатывает сама по себе. Все мы любим сравнивать Что-то с чем-то Эксс, по сути, это То, что коалиция Будет сравнивать Это она получит на руки Это то, что она может сама заработать По-хорошему эта разница должна быть В принципе, какой бы хотелось бы, чтобы она была Нулевой, нет Ну, а еще Нулевой В идеале хотелось бы, чтобы она была не отрицательной То есть, как бы, не очень хорошо, если она отрицательна Нулевая или выше Нуля И как раз если решение принадлежит к ядру То здесь будет знак больше либо равно нуля Извините, а можно два вопроса А что такое V? Напомните, пожалуйста V это характеристическая функция Ага И второй А что Ну, как бы, что значит, что Ну, как бы Заработок коалиции согласно решению И коалиция зарабатывает сама по себе Да, давайте-то это проговорим Я не прописала Сейчас пыталась прописать Значит, заработок согласно решению Получается Ну, вот мы видели Например, вот решением был вектор Ашепли Либо мы могли сами что-то предложить Заработок согласно решению Это сумма выплат игрока Да, то есть получается, например Что, ну, давайте Найдем какое-нибудь решение Например, вот у нас получилось 40-40-20, да Вот в предыдущем примере Если я сейчас запишу Эксцесс коалиции Вот относительно этого икса В игре джаз-оркестр Для коалиции, допустим Пианист-барабанщик Пианист-барабанщик То пианист у нас зарабатывает 40 Барабанщик зарабатывает 20 Это вот эта вот сумма Это икс от с Получается А в от с Это то, что они могли заработать Выступая как дуэт Выступая как дуэт Сколько там они могли заработать Пианист и барабанщик 60 Получается здесь будет 60 В данном случае эксцесс 0 То есть они Сами могут заработать 60 И согласно решению вектора Шепля Они могут заработать 60 Можно взять какой-нибудь Для другой коалиции Посчитать удовлетворенность Возьмем это же икс Это же самое решение В, ну, допустим, коалицию Солист-барабанщик Значит, солист зарабатывает 40 Барабанщик 20 Солист и барабанщик вместе Сколько там у нас было? 70 70 Если я правильно посмотрела, конечно Минус 10 Минус 10 Вот И получается, что как раз Вот эта вот коалиция Солист-барабанщик Она Относительно этого решения В проигрыше Это как раз говорит о том Что вот вектор Шепля Это вектор Шепля Да у нас В данном случае Я взяла икс Это вектор Шепля Он не принадлежит С ядру Потому что вот явно Этой коалиции Невыгодно придерживаться решения Невыгодно придерживаться решения Так, тогда Вот что такое эксцесс Понятно То есть разница между тем Сколько зарабатываем Согласно решению Это Сколько зарабатываем Согласно характеристической функции А можно тогда Вопрос Да, конечно То есть как бы это Ну Вектор Шепли дал нам решение Но вот Какой-то коалиции Невыгодно Его придерживаться То есть оно еще и не Невыгодно придерживаться Оптимально? Ну Получается, что Какая-то коалиция Может раскачивать лодку В данном случае Раскачивать лодку Может коалиция По крайней мере Солист-барабанщик Напирать, что Мы не хотим Вектор Шепли Потому что Мы будем выступать дуэтом И будем делить Лучше 70 А не 60 Которые мы получаем На руки Вот Можно взять Какое-нибудь другое решение Например, взять Игрек Не знаю Допустим 50 30 20 В этом случае Эксцез От Игрек В игре Джаз-оркестр Ну, допустим Для пианиста Барабанщика Тоже возьмем Согласно Этому решению Так, у нас Пианист Солист-барабанщик Вот так, да? Пианист Солист-барабанщик Значит, здесь будет Получаться 70 И сами по себе Они зарабатывают 60 Десятка Если мы возьмем Для коалиции Солист-барабанщик То здесь будет 50 Минус 70 Ну, еще хуже стало Минус 20 Для коалиции Солист-барабанщик Вот Но, в принципе Это надо сделать Для каждой коалиции Посчитать И в идеале Хотелось бы Чтобы все эти компоненты Были, ну, по крайней мере Не отрицательные Тогда Решение Будет устойчиво Относительно всяких Коалиционных Попыток отклониться Все коалиции Как бы Не смогут Сказать, что Они Могут сами по себе Заработать что-то лучшее Вступая Именно как коалиция Так Хорошо Значит, получается Что предлагается Нам измерить Для Как бы Если у нас есть на руках Некоторые решения Известные Или Как бы Только мы его предполагаем найти Мы можем Для этого решения Всегда померить За счет этой разницы Удовлетворенность Коалиции И Выявить Как бы Самых недовольных И Упорядочить вектор Значит Упорядочим тогда Вектор эксцесса В порядке возрастания Упорядочим Вектор эксцесса В порядке Ну, я бы даже сказала В порядке неубывания Что могут быть Совпадающие компоненты Неубывания То есть где-то будет возрастание Где-то будет констант Значит, это от x Получается, здесь у меня будет Эксцесс x v s1 На вершинке Находятся самые недовольные Здесь могут быть Отрицательные вещи Потом Будет s2 Тут чуть более довольные Ну, либо один Так же недовольные И так далее x v s2 В степени n Минус 2 Так, минус 2 здесь Почему у меня убрано? Какие две коалиции Я не рассматриваю Пустое множество И три Пустое множество И максимальную коалицию Да, да Потому что Потому что у них Аксесс равен нулю По умолчанию И Ну, то есть Они не зависят от x А вообще Никоим образом Вот, поэтому Их Они убраны Из рассмотрения Значит Извините, что там s2 минус 2 в степени n минус 2 А, понятно 2 в степени n минус 2 Вот Получается, что Не рассматриваются Да, то есть Мы не рассматриваем n И не рассматриваем Пустое множество Потому что Для них Аксесс равен нулю По Определению? По 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 Групповой Рациональности Да, то есть Если я сейчас Посчитаю Давайте Посчитаем Эксесс xv От n Это будет Можно еще Короткий вопрос Да Это у вас q От x Или Тета От x Это Тета Хорошо, спасибо Тета Ну, в реальности Важен смысл Который за ним стоит Это что-то Упорядочение Вектор эксцессов Вот Обозначать можете Как вам Комфортней Значит, вот Эта штука Равна v От n По Групповой Рациональности И Получается 0 Напоминаю, что x от n Это сумма Решения Сумма Выплат Игрокам Сумма Выплат Игрокам Вот Хорошо Ну, и тут Вот Идея Дальше Все Она уже Переходит Собственно Говоря В определение Значит n ядром Или Предан Ядром Называется Такой вектор x Значит n ядром Давайте Чтобы быть Совсем точным Я все-таки Напишу Предн ядром По сути Я сейчас Групповую рациональность Индивидуальную рациональность Не требую Называется Такой Преддележ x Что Тета От x То есть Вектор Как бы Удовлетворенности Эксессами Где сверху Собраны Самые Неудовлетворенные Коалиции Сейчас Секунду Должен Быть Сейчас Должен Быть Больше Либо равен Лексикографически Чем Тета От y Для любого Другого Предилижа y Так Идея Которая За этим Стоит Такая Что Самые Неудовлетворенные Коалиции Самые Обиженные Коалиции Обижены В наименьшей Степени То есть Нельзя найти Другого Решения В котором Самые Обиженные Будут В меньшей Степени Обижены О как Звучит Запишем Это Вот Это То что Вы сказали Обозначается Как раз Вот этим Больше Или равно Кривым Да Лексикографически Но в реальности Там Больше Либо равно В реальности Будет строго Больше Даже Я поясню Что такое Лексикографическое Больше Сейчас Давайте Только Пропишем То есть Самые Обиженные Коалиции Самые Обиженные Коалиции Обижены В наименьшей Степени В наименьшей Степени Так Что такое Лексикографическое Сравнение Векторов Вы наверное Мелькало Должно было Мелькать На мотоанализе Я поясню Все таки Хорошо Что такое Лексикографический Больше Лексикографический Меньше Значит Давайте Рассмотрим Например Вектор ТТ от Х У нас Например Эксцессы Получились Так В игре Джаз Оркестр У нас Было С вами Восемь Коалиций Это Шесть Компонент Напишу Например Мы взяли Какое-нибудь Решение В котором Мы получили Минус Один Минус Один Два Три Десять Восемьдесят Так Взяли Какое-нибудь Другое Решение У И получили Вектор Эксцессов Ну Допустим 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 Вот такой Минус Один Минус Один Один Семьдесят 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 И давайте Еще третий Вектор Возьмем З Минус Один Минус Один Два Три Пятнадцать Шестьдесят Так Ну вот Смотрите Лексиографическое Сравнение Больше-меньше Говорит о том Что Какой-то вектор Что вы сравниваете По уровням Начиная с первого Если Найдется Как бы Если на каких-то Уровнях Вектора Совпадают То И хорошо На первом уровне Где они не совпадают Если знак Больше идет В сторону Первого вектора То этот вектор Лексиографически Больше Если Если знак Меньше Если я сравниваю Тета Знак 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 Получается Будет Меньше Здесь Транзитивность Есть Тоже Вот Хорошо Ну вот Получается Тогда Вот Такая Вещь Что Я хотела Еще Сказать Сейчас Я по поводу Знака Задумалась Правильно Я поставила Его или нет То есть Идею Ты правильно Передала Самая обиженная Коалиция Получается Из вот этих Трех Н ядро Это З Ну Если Как бы Выбирать Что у нас Только Например Три опции То тогда Это будет З То есть Получается Из любого Набора Таких Тет Будет Только Одно Н ядро Если Они не равны Несмотря На то Что Мы этих Векторов То есть Например В примере Джаз Оркестра Мы можем Сотню Делить В разных Совершенно Пропорциях Этих Пропорций Бесконечно Много В реальности Можно Предложить Всегда Будет Находиться Только Один Вектор Который Электрографически Лучше Чем Остальные Именно 10 Точка Это Будет Одна Точка Тогда Я зафиксирую Это Свойство Что Н ядро Это Всегда Одна Точка Получается Что Я Обозначу Буковкой Н От В Хорошо Давайте Означение Введем Стандартное Ню От В Получается Что Как бы Это Всегда Одна Точка То есть Если Мы С вами В Одной И Той Ж Игре Считаем Н Ядро Пусть Разными Способами Ответ У нас Должен Один Тот же Одно Точное Решение Одно Точное Решение При этом Если Я буду Дополнительно Требовать Индивидуальную Рациональность То Это Будет Одно Точное Решение Может Точка Звинется Потому Что Мне Еще Нужно Будет Дополнительно Требовать Уполнение Индивидуальной Рациональности Более Узкое Множество Будет У меня Что Значит Одно Точное Решение Получается Что Например С ядро Там Много Точек Можно Предлагать Вектор Шепли Это Один Вектор Да Один Вектор В отличие От Ядра Или нет В отличие От С ядра В отличие От С ядра Ок То есть Несмотря на Определение Такое Немножко Туманно Лексиграфическая Оптимизация Вот И мы Вроде Выбираем Любой Предележ Но Всегда Можно Выбрать Такой Который Лексиграфически Лучше Чем Все остальные С позиции Эксессов Позиции Эксессов Значит Н ядро Удовлетворяет Ну Из тех Аксиом Которые Мы Обсудили Оно Удовлетворяет Всем Кроме Адитивности Поэтому Симметричность У него Будет У него Будет Что у него Будет Адитивности Не будет Болвана Мы обсуждали Да Аксиом Болвана Будет И мы Обсуждали Аксиому Эффективности Ну Она Прямо В определении У него Заложена Поэтому Это Первое Что мы Потребовали Групповую Рациональность Ну Там Будет Еще Ряд Совпадающих Свойств Ну Совершенно Точно Вот У Вектора Шепля Есть Адитивность У Н Ядра Его Нет Зато Н Ядра Есть Другие Свойства Которых Нет Вектора Шепля В свою Очередь Так Ну И Н Ядро Принадлежит С Ядру Принадлежит С Ядру Если Последнее Не Пусто Так Что Такое С Y М Ксиома Симметричности Это Помните Когда Мы Говорили Что Если Игроки Вносят Одинаковый Вклад В коалиции То Оцениваться Они должны Одинаково Например В игре Рынок Перчаток У нас Игроки Были С Идентичными Перчатками Они Оценивались Одинаково Вектор Шепля Там Была Одна Шестая Одна Шестая Кто-то Из вас Предложил Решение Одна Вторая Одна Четвертая Одна Четвертая Вы По умолчанию Игроков Одинаково Вознаграждали Одинаковых Игроков Одинаково То Оно Кстати Будет Один Ноль Ноль Оно Тоже Будет В одинаковой Степени Вознаграждать Одинаковых Игроков Там Сколько Цедро Всего Одно Точка То Оно Как раз Совпадает С Ядром То есть Когда Цедро Одно Точное То Ядро Можно Найти Вот Проблема С этим Решением В чем Состоит В том Что Его Не просто Считать А Насчет Первого Пункта Одноточное Решение Это значит Что У нас Будет Один Х Какой Да У нас Будет Один Вектор Х Получается Например В игре Jazz Оркестр Можно Найти Такой Вектор Х Который Делит Сотню Между Игроками Который Будет Ядром Это Будет Один Вектор Не Десять Разных Векторов Или Не Пятнадцать Не Прямая Линия А Именно Одноточка Один Вектор Извините Да А еще Последние Два слова Да Н ядро Принадлежит С ядру Если последнее Не пусто А Все Понял Даже Более того Оно очень часто Находится В центре С ядра То есть Такой Некоторый Некоторые Борицентрический Центр В С ядре Н ядро Это Помогает Решать Какие-то Более Сложные Задачи Но Мы Сейчас С вами Смолимся На Простой Задачи Поэтому Там Как раз Элексиграфическую Сложность Можно преодолеть Можно решить Графически А графики Вы строить Умеете Поэтому Как раз Я вас хочу К этому Подвести То есть С ядро Это определенное Множество А Н ядро Это Один Из его Элементов Да Если С ядро Не пусто Мы помним Что с ядро Есть проблема Это либо Множество Точек Из которых Надо еще Каким-то Образом Одну Выбрать Либо Оно Может быть Пустым Если С ядро Все-таки Не пусто То Н ядро Будет Всегда Принадлежать С ядру И Как бы Это Совершенно Точно Есть Хорошо Можно еще Один вопрос Что-то там Можно вопрос Да Конечно В строке Получается Там Что-то Д-ю-м Дами Дами Да Н ядро Удовлетворяет Это я Сформулировала Аксиомы Которые Мы в прошлый раз Записывали Там у нас Была Аксиома Симметричности Аксиома Эффективности Эффективности Болвана Или нулевого Игрока И аддитивности Вот Я написала Три из них Не очень Помните Кого Кого не помните Ну вот Аксиома Болвана Аксиома Болвана Она Была о том Что Если Игрок Все время Привносит В коалицию Одно и то же Сейчас Если Давайте напишу Значит Если В От С Объединить Ситым игроком Это то же самое Что В От С Плюс В От И Для Любого Для Любого С Из И Вот То Тогда Решение Должно Ф От И Это Просто В От И То есть Если Игрок Ничего Не Привносит Нового То Он Ничего Дополнительно Не Получает Получает Ровно То Что Привносит Это Изначально Определил Шепли И Из этой Ксиоматики Бывел Свой Вектор Вот А потом Там Кто-то Критиковал Например Кто-то Критиковал Аксиом Аддитивности И Предлагал Там Свою Систему Аксиом Но они Где-то Пересекаются Систем Аксиом А где-то Где-то Изменяются То есть Какой-то Кусочек Отваливается Какой-то Кусочек Появляется Новый И на этом Появляются Новые Решения Вот И Вот В частности Здесь Аддитивность Она Ушла Но Зато Там Некоторые Другие Аксиомы Появились Но Я Не буду Аксиом Грузить Не Нужно Вам Это Вот И Появилось Другое Решение С другой Интерпретацией Вот И Со своей Аксиоматикой Чистично Совпадающей С вектором Шепли Если рассмотреть Какие-то Другие Решения У многих Будут Эти аксиомы Аксиома Симметричности Эффективности Она У многих Есть Дамми Тоже У многих Выполняется Вот А где-то Есть Расхождение В каких-то Других Аксиомах Есть Расхождение Вот Значит Давайте Посмотрим На пример Значит Пример Посмотрим Такой Помещик Батраки Пример Помещик Крепостные Помещик Батраки Тут Перевод Всякий Разный Мне Наверное Больше Нравится Помещик Крепостные Но я Сейчас Буду Соскальзывать На слово Батрак Периодически По-английски Это Landowner And Serves Там Именно через F Пишется Не через V Именно через F Вот Давайте Посмотрим Значит В чем Там В чем Пример Состоит Значит У нас Есть Помещик У него Земля Есть Крепостные Которые Могут На этой Земле Работать Есть Некоторая Функция Неубывающая Которая Показывает Что Если На земле Помещика Работает Сколько-то Батраков Они Могут Вырастить Некоторый Урожай Оцененный В условных Единицах И чем Больше Батраков Трудится Тем Лучше Урожай Они Могут Вырастить При этом Крепостные Абсолютно Идентичны То есть У них Одинаковые Производительные Возможности То есть Как бы Они Симметричные Игроки Давайте Рассмотрим Игру В которой У нас Будет Помещик И Давайте Для простоты Сначала Пусть Будет Три Батрака Так Давайте Раз Батраки Давайте Пусть Будет П Потому что С У нас Опять Если П Будет Занят То П 1 П 2 П 3 1 2 3 2 3 Вот Это Запятая Это Н 4 Игрока Функция Урожайности Которая Говорит О том Сколько Сколько Урожая Выращивают Крепостные На земле Помещика Она Следующая Если Крепостные Не работают То 0 Значит Если Работает Один Крепостной То Допустим Урожая Можно Вырастить На 20 Единиц Если Работают Два Крепостных То Урожая Можно Вырастить На Примерно 40 Единиц Так И Если Работают Три Крепостных 60 Ну Можно Взять Не Хотела Чтобы Линейно Росло Давайте Не 60 Возьмем Давайте 80 Будет Удваиваться Удвоение Пусть Будет 80 Решение Будет Немножко Дробное Решение Но Ничего Страшного Значит Цель Поделить Эти 80 Между Помещиком И Батраками Предварительно Сформулировать Характерическую Функцию Игры Ну Вот Скажите Мне Пожалуйста Ну Вы От Пустого Это Ноль Какие Здесь У нас Еще Будет Нулевые Коалиции Которые Ничего Не Могут Вырастить Помещик Сам Помещик Помещик Ничего Ничего Может Вырастить Кто Еще Будет Нулевой Коалицией Крестьяне Без помещика Крестьяне Без помещика То есть Вырастить Как бы Как бы Давайте Забежим Вперед Как бы Вы Разделили Это Просто Интересно Здесь нет Правильно Неправильно Как бы Вы Разделили 80 Между этими игроками Не стесняйтесь Просто Мне интересно Как бы Интересно Как вы разделите В какой пропорции Между помещиком И Крепостными Крепостным Фиксировано По 5 Все остальное Помещику Крепостным Например Фиксировано По 5 Три пятерочки И здесь Тогда 65 По-моему Остается Ну Почему Нет Например Так Если Крепостных Меньше Также Если Крепостных То есть Все время Фиксировано 5 И Если Например Здесь Было бы Не 80 А какое-нибудь С То было бы С Минус А если Было Их Было Например Не знаю 50 Ну Тогда У нас Бы И это Росло Производство И Производство Росло А если Было Замедлялось Если Было Замедлялось Тогда Бы Что-нибудь Другое Но так Как оно У нас По Наблюдаемой Тенденции Растет То Можно Фиксировано По 5 По 5 А если Смотрите Если оно Растет У нас Каждый раз В 2 раза То есть Было бы 160 Потом Было бы 320 То есть Получается Чем больше Крепостных Оно Очень хорошо Растет А мы Им все Время По 5 Выдаем Мне само Решение Нравится Можно ли Его В качестве На все Случаи В том числе Если их Будет Больше Мне кажется Их просто Никто не спрашивал Немножко Ну да Помещик будет Наслаждаться А батраки Просто Знают За что Работают Хорошо То есть Если вы хоть что-то Заплатили Выдали морковку Они 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 рады Ладно Хорошо Ну Примерно На Одинаковой части Но Помещику Ну скажем Полтора Раза Больше Просто Потому что Ну Без него Ну как бы Он по факту Ну вот Именно С точки зрения Игры Да Был бы Обычным Игроком То есть Ну условно Один игрок Ничего не Производит Два Двадцать Три сорок И так далее Но Как бы Нужно еще учитывать Нюанс Что без него Ничего не работает То есть Возможно Ему дать Ну не знаю Скажем Двойную Сумму Или вот Что-то Типа того То есть условно Двойную Относительно Суммы Всех Всех Батраков Относительно Суммы На одного Батрака А это не будет Работать Как с перчатками Когда мы делали Одна правая И две левые И получается Левые из-за этого Ценились меньше Только Мне кажется Почему-то Что Все-таки Помещик Будет ценнее Чем И один И два Батрака То есть У него Ну я бы Дала ему Пропорцию От общего Заработка Условно Допустим У него будет Половина От общего Все остальное Делем Ну то есть Здесь получается Например 40 Если я правильно Слышала А здесь 40 на 3 Между оставшимися Мы делем Ну например Так И если Реализовывать Мысль Которую Николай Высказал Николай В какой Пропорции Вы говорите Полтора Как вы сказали Полтора Относительно Ну Наверное Тогда Лучше два Относительно Крестьян То есть На крестьянина Получается По одной Пятой От Восьмидесяти А на Помещика Две пятых От Восьмидесяти Шестнадцать Шестнадцать Вот так Получается И здесь Тридцать Два Да Ага Так Ну и какой Интересный Разброс Получается Почему нет На самом деле Несмотря на Какие-то Решения Которые Удовлетворяют Аксиомам Заявленным Выше Мы с вами Увидим Что Многие Из них Придерживаются Правила Что нужно Поделить ТТТ Вот здесь Вот Такую Структуру По крайней мере Фотен Восьмидесят Да Минус ТТ Так Разделить И потом В зависимости От того Какое решение Рассматривается Вектор Шеплин Ядро Или какие-то Другие Галитарные Решения Утилитарные Решения То Т Принимает То или иное Значение Интересно Что Все из вас Никто Не предложил Разделить Восемьдесят На четыре Части Все все равно Помещика Ценят Больше Чем Крепостных Это можно Рассматривать С той стороны Что Помещик Решает Как Разделяется Прибыль Он ведь Управляет Крестьянами И он Решает Несказанно У нас Это условная Игра Если Переходить К нашей Исторической Действительности Как это Все развивалось То да У нас Наверное Деньги Платил Именно Помещик Крестьянам И он Решал С позиции Игры У нас Есть Некоторый Внешний Арбитр Который Выделяет Который Предлагает Отношения А игроки Могут Либо Отказаться Либо Согласиться Просто идея В том Что Сколько бы Не было Патраков Если Помещик Не участвует Никто Ничего Не получает Я поняла Эту идею Что без Помещика Прям совсем Все имеют По нулям И поэтому Его доля Все-таки Кажется Что она Должна быть Повыше Интересный Вопрос На такой Простой Игре Будет Видно Что в В зависимости От этих Соотношений Между Между Которые Достигают Бывает И так Что все-таки 20-20-20 Такое Тоже Бывает Делится Вектор Шепель Так Никогда Не делает Вы сейчас Посмотрите Либо потом Посмотрите Когда мы Будем Писать Некоторый Код Вот Н ядро Бывает Что в зависимости От этих Компонентов Соотношений Между ними Он может Выдать 20-20-20 Но Может Правда И очень Сильно Дать Помещику Выше Тоже Это Зависит От Соотношений Между Этими Числами Так Что касается Вектор Шепли Нам Сейчас С вами Расставаться Немножко Но Вот Здесь Если бы Вы считали Вектор Шепли Что бы Вы Насчитали Например Для Для Помещика Как Вы Считаете Как Будет Считаться Вектор Шепли Здесь Просто Очень часто Возникает Какая Ошибка В том Что Кажется Что Это Одна Коалиция ЛПП Но В Реальности Здесь ЛП1 П2 ЛП1 П3 ЛП2 П3 Да Но Они Идентичные Они Идентичные Но Все равно Этих Коалиции Которые Входят Помещик Размера Три Их Три Штуки Поэтому Надо Учитывать Эти Слагаемые Поэтому Если Считать По Формуле Вектора Шепли То Когда Крепостной Когда Помещик Сам По Себе Первый Приходит То До Него Никого Нет После Него Три Факториал Всего Четыре Факториал Сам по себе Он зарабатывает Ноль И Без него Тоже было Пустое Множество Ноль Смотрим Когда Помещик Пришел Первым До него Пришел Один Батрак Какой Мы не знаем После Помещика Пришло Два Сейчас Помещик Приходит Первым А в Предыдущем Что Было Вот Здесь Он Пришел Первым Здесь Он Приходит Вторым Вот В этом Месте То Получается Батрак Помещик Два Батрака Вот так Если Между Множить Это Пришел Помещик Разницу Забрал А в Первом Что ли Пришел Первым И единственным Первым И после Него Потом Кто-то Приходил То есть Здесь Он Пришел Получается Л И потом П И П Ж П К И вот Как раз Получается До него Никого Нет После Него Эти Три Игрока Разными Способами Пришли Так Ну вот Здесь Получается В этом Случае Они Зарабатывают 20 Когда Приходит Помещик То есть Без него Был Ноль Он Пришел Стал 20 Хотя Интерпретация Примительно К этой Очень Странно Звучит Но Описывая Формулу Получается И надо Умножить Здесь На Три Потому Что Я не знаю Какой Крепостной Пришел Первым То есть Я понимаю Что Способов Переставить Один Но Это Мог быть Крепостной Один Крепостной Два Крепостной Три Поэтому Здесь Умножить На три Надо Не забыть Или Эту скобочку Три Раза Написать Плюс 20 Минус Ноль Плюс 20 Минус Ноль Это Это П Один Это Может П Два Это Может П Три Троечку Очень часто Теряется Не теряйте Пожалуйста В играх Которые С определенной Структурой У них Шепли Всегда Очень Простой Может Быть Но Иногда Когда Бросаешь Считать В лоб Можно Ошибиться На Этапе Того Что Забываешь Учитывать Все Случаи Когда Помещик Пришел Вторым Теперь Помещик Пришел Третьим До Него Были Два Игрока Два Батрака Пришел Помещик После Него Еще Один Батрак Здесь Помещик Получается С Помещиком Стало 40 Из Помещика Было 0 На Какой Картин Домножить Здесь Тоже 2 6 Нет Не 6 Не 2 4 Не 4 Нет 2 Факториала Это Получается П И П Ж Да Или П 1 П 2 Потом П 3 Я же Не знаю Как бы Эти 2 Факториала Это Перестановка Между Первым И Вторым Но Это Мог Быть Первый Третий Второй Третий Сколько Способов Сюда Двух Игроков Отобрать Разве Не 6 С Из 3 По 2 С Из 3 По 2 3 Получается А 6 Это Потому Что Вы Учитываете Эрренджмент Как А Из 2 А Да И Правда Если С Этим То Будет 6 Но Поскольку Мы Двоечку Выделили То Я Считаю Способов Собрать Двух Игроков Ну И Последний Случай Когда У нас Помещик Приходит Последним До Него Пришло 3 Бэтрака Разными Способами После Помещика Никто Прийти Не Мог Есть 4 Факториал Разница 80 Идет Помещику Ну И Вот Здесь Способ Отобрать Трех Игроков Это С3 Из Трех Один Способ Один Способ Вот Во всякий Случай Это С1 Из Трех Это С2 Из Трех Это С3 Из Трех Вот Что Раньше Я прям Писала Вот В игре Джаз Оркестр Выписывала Скобочки Там Было 60 Минус Сколько Это Там 70 Минус Сколько Это Но Здесь Поскольку Одинаковая Скобка То Можно Просто Коэффициент Брать Так Ну И у Нас С вами Знаете Сколько Должно Получиться На Мой Взгляд Должно Получиться Должно Получиться 72 35 Вот И Тогда Получается Что Вектор Шепли Ну Если Правильно Посчитала 35 И Здесь Будет 80 Минус 35 Это 45 На 3 15 15 15 Вот Мы Сегодня Это Проверим Когда Будем Считать Сейчас Я пока Что Вас Отпускаю Мы Встречаемся 16 20 Обсудим Тогда Как В этой Игре Считать Ядро Еще И Попытаемся Все Это Реализовать Посмотреть Что Вам Составляющие Смотрите Вектор Шепли Лег Между Пока Что Между Y И Z Да У нас Находится Из Предложенных Решений Вот Посмотрим Где Будет Находиться Ядро Интересно Ладно Тогда Сейчас Вроде По времени Я вас уже Должна Отпускать Не как В прошлый раз На 20 Минут Раньше Все Спасибо Огромное За Участие Вот Тогда До 16 20 Еще Увидимся С вами Сегодня Спасибо До свидания До свидания До свидания